Сегодня на кухне общежития технического университета ароматы особенно стойкие. Нашу съемочную группу предупредили заранее пропахните с ног до головы. Оказалось, что все это буйство специи устроила всего лишь одна девушка с русским именем Клава. Это китайский сайенвей соус. И это пропах для курицы. И без ингредиентов это блюдо не получается. Студентка технического вуза, которую на самом деле зовут Мэн Тин, готовит угощение по семейному рецепту. Говорит, на родине в китайской провинции курицу с картошкой все очень любят. А вот чем это блюдо отличается от нашего, девушка ответить не смогла, лишь вновь указала на пряные специи, купленные на китайском рынке. Пока новогоднее кушанье томилось на плите, мы решили заглянуть в одну из комнат, в которой живут китайские студенты. Ошибиться адресом невозможно. Уже на входной двери поздравления с Новым годом. Из уважения к русским товарищам на двух языках. Китайские студентки наряжают комнату. Гирлянды, мишура и шарики. В этом наши традиции совпадают, как и в том, что Новый год – семейный праздник. В этом празднике вся семья собирается вместе и вместе смотрит телевизор по новогоднему номеру. И вместе есть переменные вкусные блюда. Для них это самый долгожданный и продолжительный праздник в году. Нынче он продлится до 19 февраля. Позволить себе отдыхать столько времени барнаульские, китайские студенты не могут, а потому очень скучают по дому и родным. Клава закончила колдовать на кухне. Через несколько минут в этой комнате станет значительно многолюднее. Китайские друзья заберутся со всей общаги, чтобы продолжить отмечать Новый год. Что собственно и означает – ужин готов. Давайте праздновать с Новым годом. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.